Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективно и достоверно в программе «В центре внимания». Здравствуйте! У микрофона Шхада Цейбназарова. Программа подготовлена Британским институтом по освещению войны и мира. В ближайшие несколько минут мы снова поговорим с вами о том, что важно. В Таджикистане готовятся ко всенародному референдуму. Депутаты Нижней Палаты Парламента внесли предложение по изменению и дополнению в Конституцию Республики Таджикистан. Нововведения позволят президенту Эмамали Рахмону переизбираться неограниченное количество раз. Все подробности у Нелюфар Каримовой. В Конституции предлагается закрепить положение о возможности избрания основателя мира и национального единства лидера нации на постглавы государства неограниченное количество раз. Таким статусом парламент Таджикистана 9 декабря прошлого года наделил действующего президента Эмамали Рахмона. Соответствующий закон им был подписан 30 декабря. Поправки в Конституции предусматривают также снижение возрастного цен за кандидатов президента страны с 35 лет до 30 лет. Предполагается, что депутаты также юридически закрепят в основном законе фактически существующую с 1994 года президентскую форму правления. По мнению юриста Шакирджона Хакимова, проект поправок и изменений в главный закон страны говорит о том, что Эмамали Рахмон не собирается покидать пост президента страны, либо он хочет дать возможность своему сыну стать президентом. Когда речь идет о снижении возраста для кандидатов, то бесспорно подразумевается один из близких родственников президента Эмамали Рахмона. И теперь с учетом полномочий Эмамали Рахмона как лидера нации после принятия предлагаемых поправок, механизмы и рычаги влияния в определении политической жизни внутри страны и за рубежом будут гарантированы, если международные организации и влиятельные государства захотят внести во внутреннюю политику Таджикистана какие-либо изменения, то они могут это сделать двумя путями. Путем предоставления условий для близких родственников президента, либо удержать самого Эмамали Рахмона на следующих выборах, таким образом будет сохранена преемственность. Эмамали Рахмон с 1992 года является президентом Республики Таджикистан. Согласно Конституции страны он не имеет права баллотироваться на президентское кресло на будущих выборах, предусмотренных на 2020 год. Однако после принятия поправок в главный закон он сможет без ограничения подавать свою кандидатуру на президентских выборах. К тому времени сыну президента исполнится 33 года. Если поправки и изменения в Конституции будут поддержаны населением Таджикистана, у Рустама Эмамали есть все шансы стать молодым президентом, говорит Абдуллахим Гафоров, депутат парламента Таджикистана. У талантливой молодёжи будет возможность показать свои интеллектуальные способности. Я думаю, они будут стараться реализовать свои программы и добиться успеха. Таджистский журналист Абдулазим Абдуллахоб уверен, что за снижением возраста кандидата в президенты стоит лишь одно обстоятельство. Эмамали Рахмон готовит своего сына Рустама Эмамали на президентское кресло. Если с внесением изменений и дополнений в основной закон страны возраст кандидата на пост президента Таджикистана снизится до 30 лет, то становится понятно, что это было сделано ради старшего сына Эмамали Рахмона в 2020 году, когда планируются очередные президентские выборы. Рустаму ещё не будет 35, потому все изменения только ради него. Боба Джон Шофей, эксперт в области социологии, выражает надежду, что изменения в Конституции осуществляются не только ради Рустама Эмамали, но это ещё и возможность для молодых людей бороться за президентское кресло. Безусловно, в этом решении кроется много причин. Но я думаю, власти спустя столько лет поняли, что можно найти и среди 30-летних будущего президента страны. В какой-то мере это может и хорошо. Может, молодёжь в будущем захочет попробовать свои силы на посту руководителя страны. Хотя на сегодняшний день это трудно себе представить. Вряд ли 30-летний молодой человек сможет устоять против сына Эмамали Рахмона, предложить свою кандидатуру и выиграть. Многие считают, что президент Эмамали Рахмон готовит почву для своего сына. Однако мы оптимисты и склонны думать, что и для других молодых людей откроется дорога. Таджикистан – молодая республика. Более половины населения страны граждан не до 30 лет. Самаду Ибрагимову только 25 лет. Он считает поправки и изменения в Конституцию Таджикистана хорошей возможностью для своего поколения, чтобы достичь власти. С поправками и изменениями в главный закон в будущем появится возможность для моего поколения баллотироваться в президенты и войти во власть. Думаю, это достижение прежде всего для молодёжи Таджикистана. До того времени кто знает, что нас ожидает и что может произойти. Если изменения будут одобрены народом Таджикистана, мы сможем участвовать в политической борьбе. В истории независимого Таджикистана в третий раз будут внесены изменения в Конституцию страны. Поправки в основной закон вносились в 1999 году. Тогда появился двухпалатный парламент вместо однопалатного, и в 2003 году увеличился срок полномочий президента с 5 до 7 лет. Нилу Фаркаримова, Душамбе. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть какие-либо комментарии, вопросы, или вы желаете рассказать о своей проблеме, вы можете позвонить на наш номер 44-640-1011. Вы слушали программу, подготовленную Британским институтом по освещению войны и мира. У микрофона работала Шахада Цейбназарова. Наши радиосюжеты и статьи вы можете найти на нашем сайте в интернете www.iwpr.net или www.kabar.azia. А также на фейсбуке вы можете посмотреть нашу страничку www.iwpr.tajikistan. Встретимся на этой же волне в то же время ровно через неделю. Мы снова с вами поговорим о том, что важно.